Главитация 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 Опаньки, аккуратненько. Итак, загадка разгадана. И следующая загадка будет лев, в которой мы увидим как раз-таки шар, про который я говорил. Шар из Rock of Age. Может быть, это даже шар не из Rock of Age, а шар из игрушки небезызвестной Зума. Вот так вот, собственно, мы умираем. Так, нам нужно, смотрите, что сделать. Э, друг, повернем немножко мир, освободим шар. Прекрасно, да? Теперь попадем сами в воронку и шар прокрутим вокруг своей оси. На самом деле, вот эти вот головоломочки, по крайней мере, на первых двух уровнях, они вообще никаких проблем с их решением. Ну, по крайней мере, у меня не возникло. Тихо, 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 тихо! Умрем. Так, открутим назад немножко время. Эээ, да что такое, а? Так, вот так вот. То есть, у меня, по крайней мере, никаких проблем с их решением не возникло. Дальше, начиная с третьего уровня, проблемы появляются и очень, и очень большие. Потому что там настолько все закручено, что просто обалдеть. Но, в принципе, даже можно посмотреть уже по вот этому вот миру. Собственно, вот про что я говорил, когда потолок становится полом, пол становится потолком и так далее. Итак, как вы видите, да, в нашей обычной вселенной такое не может быть, что три колонны, стоящие в одной плоскости, пересекаются вот таким вот образом, и при этом мы можем проходить с одной стороны в другую. Так, а что нам нужно? Собственно, нам нужно будет попасть вот туда. Так, кстати, о птичках. О птичках, о птичках. Так, я знаю, что нам нужно сделать. Нам необходимо ключ завести. Вы в воронку времени. Как вы понимаете, если у вас какие-то есть проблемы с вестибулярным аппаратом, то эта игрушка, наверное, не совсем для вас, потому что тут надо постоянно-постоянно все это дело вращать. Опаньки. И, как вы понимаете, это не каждый сможет выдержать. Так, ключик у меня. Теперь вот таким вот макаром мы попадаем совершенно в другую дверь. Как я уже говорил, наш герой не может разбиться, и это не может не радовать. На самом деле, неизвестно, кто этот герой, что он тут делает, но почему у него в доме происходят такие странные вещи. Итак, вот это у нас очередная задачка, но она не самая интересная. Давайте пойдем туда, где действительно сложные загадки, которые выносят мозг. А именно, пойдем сейчас на третий уровень. Четвертый и пятый я еще не дошел. Я их только видел. Но давайте посмотрим все-таки то, на чем я остановился. Поехали. Третий уровень, это уровни, которые завязаны на спиралях, завязаны на параллельных мирах. И вот я остановился, получается, на пятом уровне. Вот этот я прошел. Это безумный просто вообще психоделический уровень. В принципе, тут все уровни, они безумно психоделические. Кто это придумывал, просто тому, не знаю, надо памятник поставить. Потому что такое в здравом уме придумать, это надо постараться. Итак, на чем же основан третий мир? Третий мир основан на том, что мы можем перемещаться из одной вселенной в другую вселенную. Из темной в белую. Так, если вот я сейчас покачу на себя шар, то, как вы понимаете, шар меня убьет. Смотрите, давайте покажу, что это будет. То есть, ага, так, вот мы шар смогли туда, 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 нет, все. В принципе, шар меня убивает. Черный шар меня бы не убил, потому что я нахожусь в белой вселенной. Давайте тогда вернемся в черную. И попробуем немножко походить кругами. Собственно. Так, куда нам надо, если честно, пока я понятия не имею. Итак, ключ у нас черный, соответственно, нам надо быть в черной вселенной, чтобы ключ пришел к нам. Так, но при этом, смотрите, да, то есть, если я вот я сейчас ключ загоню сюда, то я сам его не смогу получить, потому что он будет каждый раз укатываться, как только я буду к нему приходить. Тогда давайте перейдем в белую вселенную. Посмотрим, что из этого получится. Так, я так понимаю, что нам нужно при помощи белой вселенной пройти мимо черного камня. Бабах. Так, сейчас сделать вот такой вот кружок. Так, если я сейчас передвинусь туда, меня сразу же задавят. Нам это абсолютно с вами не нужно. Так, ключик, кстати, туда тоже перекатился. Все отлично, камень укатился от нас. Так, я не понял, а почему я застрял? Вот, 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 прекрасно. Как раз, как раз мы сейчас перекатываемся в черную вселенную. Подбираем ключ. Теперь нам необходимо с вами передвинуться в белую вселенную для того, чтобы... Для того, чтобы попасть в белую дверь. Это, я так понимаю, что нам нужно будет сейчас сделать вот так вот. Ну, в принципе, не такой сложный уровень оказался. Вчера, видимо, у меня просто уже мозг перестал работать. Ну, как вы понимаете, голову тут поломать придется довольно-таки изрядно и забавно. Звуковое оформление классное. Сама графика просто шикарная. Боже мой, сколько здесь ключей. В общем, есть на что посмотреть. Так, получается... О, ключи-то ключи. В общем, если вы любите всевозможные головоломки, особенно вот такие психоделические, то эта игра придется вам по вкусу. Пробуйте. Так, я так понимаю, что, к сожалению, значит, вот тот вот ключ я не смогу забрать, потому что он белый. Если я сделаю круг, то я туда приду, он будет черным. Так, но я тогда, смотрите, я смогу попасть вот к тому нижнему ключу. Давайте мы пройдем по внутреннему кругу данного мира. Вот так вот. Раз, 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 раз. И я так понимаю, что я смогу добраться вот до того черного ключа. Сейчас мы это попробуем осуществить. Так, нет, пока перемещаться не будем. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Да, этот черный ключ нам поддастся, это хорошо. Теперь нам нужно белый, белый ключ. Так, а где еще один черный ключ? Еще один черный ключ вот там. И как нам туда попасть? Нам туда попасть можно только через параллельные миры. То есть я могу перекинуться сюда, пройти по кругу, перекинуться в черную, опять вселенную, и тогда подобрать тот ключ. Давайте это сделаем. Да, прекрасно, этот ключ собрали. Теперь нам необходимо попасть к белому ключу. Белый ключ я смогу подобрать только телепортировавшись вот... Нет, здесь нет. К сожалению, к сожалению, мы здесь будем просто ходить по кругу. Это закольцованное нам нужно на внешний радиус. И уже по внешнему радиусу, смотрите, как мы это сейчас хитро сделаем. Так, пожалуйста, пожалуйста, начни проход. Аааа, жесть вообще. Единственное, не говорю, недостаток данной игры, что все-таки я и так и не нашел, не увидел связанного сюжета. Очень бы хотелось все-таки узнать... Так, кто он? Зачем он? Так, 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 так. Так, видимо, нам нужно было по кругу здесь проходить. Ай-яй-яй-яй-яй, улетим назад. То есть нам, как вы понимаете, надо пройти... Да, все нормально, мы сейчас спокойненько проходим точно такой же путь, как мы делали с вами с черными ключами. Идем по внешнему радиусу. И тогда мы попадем уже в четвертую комнату. И я вам покажу, на каком принципе будут основаны головоломки именно четвертой комнаты. То есть если первая комната, она довольно простая, там ничего сложного, там просто повращаться, упасть туда, упасть сюда. По сути дела, это эдакий туториал. Так. Как нам теперь, слушайте, попасть туда? Вот, наверное, вот так. А, нет, 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 я тогда в белую вселенную попаду. Ой, нет, нехорошо. А, подожди. Если я перек... Нет, все-таки я перекидываюсь сюда. И нам с вами надо, знаете, что сделать? Нам надо сделать вот такой вот круг. Туда я не попаду. Сюда я смогу попасть только если буду... Вот вы, вот там вот. Ну, в принципе, давайте, наверное, на этом закончу. Все, что хотелось рассказать мне про игру, я рассказал. В общем, смысл в том, что необходимо вращать мир, пытаться находить какие-то безумные разгадки. Да, кстати, наверное, вот такая вот. Вот она вот. Вот она я придумал. Придумал, как надо нам разгадать данную загадочку. Тут ничего такого сверхъестественного именно нету, да? Нету ничего практически сложного. Так, а теперь самый интересный вопрос. Как мне попасть вот в тот мир? Вот это жесть. Так. Давайте посмотрим. Так, если я перейду сюда, то я буду в черном, а мне надо в белом, да, туда попасть. Соответственно, мне как минимум надо вот так вот сделать. Вот так вот перейти сюда. Теперь, 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 перейти опять же по вот этому проходу, вернуться назад и уже в белом мире зайти в дверь. Если я, конечно, попаду. А, нет, не попаду. Да, к сожалению, не попаду. Ну, что ж, принцип игры такой. Играйте, пробуйте, ломайте себе мозг. С вами был Дженни, вы играете в хорошие игры. Пока.